всем привет с вами надежда на канале мой путь надежды 1 января начало нового года поздравляю вас всех с новым годом всегда хочется чтобы новый год был каким-то особенным в жизни а потом следующий год опять особенный а потом следующим особенный но всегда хочется чтобы новый год был лучше чем предыдущий может быть легче больше радости больше исполнения желаний я вам всего этого желаю потому что я желаю себе я сейчас нахожусь в польше своих друзей и я очень рада что эта поездка состоялась можно сказать это просто подарок подарок от бога подарок от друзей то возможно что я могу быть здесь вот и сейчас вот сижу размышляю ну не прям вот сейчас но и сейчас тоже последние дни размышляю в прошлом годе вчера у нас тут была такая встреча с моим душепопечителем шерон и с моей подружкой и мы говорили о хороших что было хорошие какие были трудности в прошлом году вот и оказывается мне много хорошего самое такое яркое что для меня лично это можно даже сказать в конце года такое произошло что я начала играть на пианино и начал этим наслаждаться раньше я всегда хотела петь любила петь вот и больше наслаждалась пением а сейчас так как я не могу петь и музыка в моей жизни заглохла последние несколько лет и я никогда не любила особо играть а а сейчас вот я начала в этой церкви где я нахожусь брей играть и решила попробовать наслаждаться этим у меня это так здорово получилось я так вкусила прямо мне захотелось снова снова быть частью музыки конечно мне захотелось еще и петь и я поставила себе цель на следующий год заняться голосом восстановлением голоса упражнениями всякими там я не знаю что получится вот и и хочу немножко повысить уровень игры потому что у меня такой себе очень очень примитивный ну я рада что у меня есть эти эти переживания еще яркое то что у нас началась альфа она сама упала началась альфа и я бы ну стала там вести группу общаться с людьми это в принципе для меня немножко новый новый опыт потому что я давно этим не занималась последние года я жила у себя в семье дома занималась детками наслаждалась этим вот и мне это трудно дается общение с людьми вот тем более не с церкви но я безумно рада этому опыту я себя пробую в этой роли я себе не очень нравлюсь в этой роли но я рада что он у меня есть и что то я люблю пробовать что-то новое люблю такие челленджи себе давать себя чем-то испытывать в чем-то расти в чем-то меняться и поэтому я с нетерпением ждут ну этот год когда уже приеду и буду как-то продолжать буду в этом развиваться и расти кстати извините упаковка может где-то потому что мы его так пихали не культурно пихали в рюкзак а вы открываете откуда ты знаешь открывайте открывайте а то это всем это всем открывай это ирландские ирландские это сейчас увидите шо это да да у каждого не все достали нет да и ты не все достал павлик я жду реакцию это уже другое дело это уже реакция не знаю я на свой вкус смотрела о мне нравится реакция когда деньги кто-то находит у меня да да бачишь красотка все достали катя еще не достала давай ищи мне кажется у нас хочет быть распечен я курси началось наше утро вот так эти глаза страшные испуганные а вы видели как она делала как что там выжимала она сделает говорит так как как ты пожаришь если мы будем сейчас маска сидеть 15 минут а кушать можно next до 1 ну конечно я продолжаю как-то работать над своим здоровьем над своим телом да у меня я купила курс по танцам у украины украинцев мужа и жены вот и растяжку у той же жены да у той же женщины плюс мой голтис есть комплекс упражнений для осанки там для тела для всего тела еще у него есть куплены я купила в прошлом году еще на акцию про стопы но я так и за целый год не открыла и не начала поэтому я очень хочу в этом году вот начать опять этот год продолжая делать зарядочки и хочу эти танцы это для меня тоже новый опыт танцы вот хочу танцевать как-то раскрепостить свое тело как-то высвободить какую-то энергию что ли женскую хочу себя снимать в этом что у меня получится это не очень мне это нравится как она выглядит но слушайте мы не должны быть идеальными мой перфекционизм когдашний то он уже давно стал я стала с ним бороться и не искать идеала вот стремясь к нему но не требовать от себя во всем идеала совершенства так что буду дальше планировать хотелось бы мне пить больше витаминов вот но пока что не могу это реализовать пока что не могу реализовать моя принцесса со мной пока я рисую принцессу да принцесса рисует принцессу она вчера легла ага красивенько она вчера легла нормально спать в десяти ну в десяти тридцать короче там нормально легла спать а я с подружкой сидели мы еще до до позна до шести утра по моему или до пяти что-то такое поэтому я конечно хочу спать но вся молодежь они ночью были там на молодежке они пришли все там везде сейчас спят весь дом спит и у нас вот есть кухня где мы можем посидеть я с эмулей золотулей провожу время что-то планирую и борюсь со сном вот поэтому хотелось бы больше принимать витамин конечно но по финансам у меня совсем плохо и это тоже стал у меня новые мысли пошли я хочу заняться поиском я уже начала это делать и хочу с новой силой возможно пройти курс тестирования хочу попробовать крауд тестинг или что-то потому что я не могу пойти куда-то вот на конкретные курсы я не могу также пойти куда-то на работу потому что у меня еще маленький сравнительно ребенок чтобы его там со школы забирать и быть на каникулах и все короче я могу работать с дому поэтому что-то я поставила цель у меня есть желание найти себе какую-то работу подработок на пару часов я не знаю как получится вот чтобы у меня были дополнительные финансы за которые я смогу и больше витамин пить покупать вот ну и закрывать какие-то нужды и может быть опять куда-то поехать очень большое желание смотреть мир посещать своих друзей у меня на следующее желание хочется увидеться с родителями потому что уже вот когда там в марте месяце будет как два года мы ну даже больше получается потому что мы с ними не виделись не сразу прям в марте я уже даже не уже наверное больше двух лет как мы с ними не виделись у меня есть желание с ними увидеться так что у меня желание как всегда много сижу расписываю я хочу со своим английским и каждый год я это ставлю себе в цели каждый год у меня это не получается но я не сдаюсь не сдаюсь и не сдаюсь я опять ставлю цель английский я даже купила я рассказывала себе курс вот и я его не пришла я пришла пару уроков и наверное доступ закрылся не знаю буду надеяться буду просить себе как-то проглить там его чтобы как бы отбить деньги да вложенные ну короче у меня есть все-таки желание я хочу в этом как-то расти также ну здоровье да инвестирование у меня есть получается в прошлом году я смогла купить акции смогла войти там в интерактив брокерс это мои старые какие-то вложения вот я там в одной инвестиционной команде где мне там подсказывают там дают какие-то сигналы или как скидывают портфели я хотела бы не просто крутить вот те финансы которые есть я бы хотела как-то еще хоть как-то сохранять это очень важно это это необходимо просто поэтому ставлю на этот год цель хочу хотя бы уже за год хотя бы 500 евро как-то собрать это честно говоря очень амбициозное желание потому что я в том батуе ничего не смогла с тем что мы живем на отдавая отелю мы живем просто на копеечки и ну у меня ничего не получается но тем не менее желание у меня есть там я хочу как-то хоть как-то над этим поработать поэтому ставлю цель собрать эти деньги проинвестировать еще вопрос как их туда отправить из Украины у меня были пути как я это все делала а тут я даже революцию не могу открыть я уже все все пробовала не могу личность подтвердить для украинцев поменяли условия ну короче долгие истории не особо хочется тут сейчас об этом говорить но у меня это все в планах в целях я прописываю и буду над этим работать значит так дорогая наша Надя Власне Васильевна Надежда Васильевна мы от всех нас поздравляем тебя с прошедшим днем рождения вот желаем тебе крепкого здоровья щирой любви потом very good во всех отношениях и крыбедик и крыбедик и крыбедик на солнце-ныс можно побыстрее у меня руки не деревянные и дарим да ну в общем мы тебе желаем и здоровья всего-всего и тебе поздравляем и тебе подарим пациент и долг éléments спасибо дома посмотрю ну можем покроита дома посмотрю а вам девочки завтра будет onse後 помн я представ�� еслиKA одна ласка какой-то сладкий армский Это самих арманий. Мария. Бабка Мария? Нет, ну мяник. Сами смачные, сука. Да, сами шоколадные при шоколаде. Лично, сами смачные. Ничего, ничего. Это чек. На тысячу долларов. Только я не знаю, как его в этом... Даже по словам Мария. Меня переименовали. Красиво, красиво. Тысяча долларов. Массажировать для лица. Можешь массажировать шею, голову, голову. По соседу можно? Да. Мой. 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 Я очень слабой Get her wars. Мой. 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 Я вам раб. Я снимаю Мне надо обручную Вот эта маска Нарезь Не мейте капюшну Катя Очищает кожу О, вонючая Почему? Потому что сладкий Почему она так воняет? Оксана, кожа очень хорошая У тебя кожа очень хорошая Тебе особо не надо мать Моя кожа очень хорошая Особенно, когда я не сплю У тебя есть массажер? У тебя есть массажер? Я использую в Украине А как ты занимаешься кожей? Как ты занимаешься кожей? Я делаю пилинг на маску Я делаю пилинг на маску Я делаю пилинг на маску Тебя кожа очень тяжелая Ты понимаешь? Жесткая Не софт? Да Жесткая кожа Ну типа это хорошо Настя, внимание Тебе обруч принес? Моя кожа очень хорошая Моя кожа очень хорошая Твоя кожа мягкая Я не пилинг Я не пилинг Я не хочу Я не хочу Я не могу Когда она трогает Моя кожа тоже понимает У тебя мягкая кожа У тебя просто такая Катя и пилинг Катя Да я тоже хочу Тебе тоже хочу Тебе тоже хочу Тебе тоже хочу Тебе тоже хочу Время засекла сидеть? Нет Тебе уже 5 минут прошло Кулек не сидит Я же не вижу Ого Бляпали Слушай, надевала бы Может это Вот так Айс Привет 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 Замена на манесе Нет Я хочу Моя сестра Как-то так Моя сестра Моя сестра Моя сестра Моя сестра Я А там Моя сестра Иногда Моя сестра Моя сестра Корьянка научилась Да А我說 blessed Olive В любом случае, ты можешь улыбаться. Спасибо большое. Когда начнешь? Спасибо. Следующий год, я думаю, что для меня будет очень сложным. Сложным, да. Я думаю, что меня ждет два огромнейших потрясения. Не хочу сейчас предрекать. Да. Не хочу. Но я готовлюсь морально, что у меня будет... Готовлюсь к худшему сценарию. Вот. И если оно не произойдет, я буду, конечно, рада. Но я думаю, что это должно произойти для моего дальнейшего роста, для нового этапа жизни, ну, как-то должно быть. Когда это произойдет, я об этом расскажу, наверное. Потому что я как-то совсем уже ничего не снимаю. Как-то мне, не знаю, какое-то такое настроение несъемочное. И мы тут уже, вон, полнедели, да, с четверга сегодня в понедельник. И я только, вон, камеру достала. Ну, такое, неважно. Я здесь с Таисией, с моей дочкой, и с Эмилией, моей дочкой. И Таисия, здесь куча друзей у нее. Чуть старше ее возраста, но она, как-то сказать, умом и сообразительностью не уступает. И внешностью, скажем так. Поэтому она в свои 13 лет вписала здесь в 15, 16 и 18. И, короче, как-то общается. И я очень этому рада. И моя здесь подружка Лена, и здесь наш друг, общий друг Шерон приехала. Ну, она кореянка, но она живет в другой части Польши. Вот, она сюда полдня ехала, но приехала. Поэтому мы все общаемся. И это те люди, с которыми я чувствую себя сама собой. И мне не надо играть какую-то роль. Мне не надо лишний раз улыбаться, если я не хочу. Я просто могу просто сидеть, просто молчать. Или говорить, или ныть, или, короче, будь что-либо делать, что я делаю дома. И я это ценю. И ценю этих людей, ценю, люблю их детей. И мне комфортно, и мне очень жалко, что мы опять разъезжаться будем. И опять не будем видеться. Мне реально это жалко. Мне хотелось бы как-то где-то жить недалеко друг от друга. Робай, робай, мама. Робай, робай. Ты хочешь? Да, у тебя. Вот так, давай. Давай. Нос надо. А, нос еще. Сейчас ты свободна. Нет, не, 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 не! Водюшли, аааа. Сейчас я понимаю. А где ты их покупаешь? Водюшли. Водифаймовский. С слойными кислотами. Это пилинг? Да, это пилинг. А ну покажи, она показывает. Это лучше, чем это, потому что это более натуральное. Да, понятно. Но это работает, потому что она кожа. Да, это нормально. А потом наносишь, а потом умываешь, оно скатывает грязь. Уже шкуру, знаешь, как то, как ты же меня. Что ты думаешь? Окей, теплая вода. Не теплая, не теплая. А вот это тоже? Ну как? Моему сыну Даниилу в этом году будет в конце. Хорошо, что в конце года 18. Я старшему смогла собрать, как наследство что ли, тысячу евро в прошлом, позапрошлом году. И хочу сейчас этому сыну тоже собрать. Вот моя задача. Это вверх просто цель. Собрать тысячу евро ребенку на 18-летие. Есть такое у меня желание. Вообще у меня раньше было желание там тысяч пять, чтобы это было каждому ребенку на 18 лет. Но даже тысячу, мне кажется, это уже неплохой старт. Короче, вот задание собрать деньги. Вот. Также, не знаю, столкнулась с тем, что когда общалась с людьми, и меня спрашивали там, ну что-то про жизнь. И я пыталась рассказывать, что у меня там было в жизни, как, что. И я поняла, что я забывать начинаю. Я забываю какие-то нюансы, забываю подробности. И мне предложили... Чуть-чуть, тише. И мне предложили написать... Это как бы... Мне предлагают написать историю жизни. И я... Пока мне это предложили, я вспомнила, что мне это уже предлагалось делать когда-то моим психологам, что я должна была написать. И я как-то это забыла. И вот сейчас мне опять предлагают, и я понимаю, что мне надо ее начать. Я уже начала... Была в садах, я там начала писать. Но я понимаю, что надо ее закончить. Моя цель – написать историю жизни. И еще у меня был сценарий в голове. Уже как несколько лет у меня этот сценарий. И когда расскажу секрет... Эмочка, можно чуть-чуть тише, пожалуйста? Спасибо. Расскажу секрет, как бороться с ненужными мыслями. Вот приходит вам мысль какая-то, вы начинаете про нее думать. Но вы не хотите про нее думать. Нужно мысленно начать думать о чем-то другом. И вот этот сценарий, который у меня есть, я целенаправленно начинаю про него думать, о нем думать. И это помогает мне отходить от тех мыслей. Очень помогает. И оно реально работает. И таким образом я, получается, подогреваю свою мечту. Не знаю, что это. Сначала это было как желание. Не знаю. То есть, когда было у меня потрясение большое, у меня начало о чем-то думать. И что-то мне сейчас приснилось, что-то я додумала. У меня что-то родилось. Такое совсем нереальное, скажем так. И я в него спасалась, в эту историю. О! Я у нее как бы спасалась мыслями. А потом я поняла, что я не хочу фантазировать о том, что не может быть. И я потом подумала, это классная идея для книжки. И начала думать как книжку. А потом мне захотелось. Слушай, я хотела бы фильм посмотреть. То есть, я такая думаю, это классный сценарий. Вот так вот, короче. Я его начала назвать книга, сценарий. На самом деле, это просто история. И она помогает мне отвлекаться от тех мыслей, которые я бы не хотела подогревать в своей голове. Таким образом, я подогреваю эту историю. Она не забывается. И у меня есть желание ее написать все-таки. Все-таки ее нужно написать, потому что это интересная история для книжки. Мне кажется, это интересно было бы почитать или даже посмотреть. Вот. Ух ты, круто! Горячее полотенце. Ага. 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 Горячее полотенце. Горячее полотенце. Сначала теплой водой, потом горячее полотенце, а теперь холодной водой. Ага. Меня не снимает уже быстро. Тортик на Шерон день рождения. Виновница торжества. Сделала... Вот та вот дама уходит. И вот эта. А я пальчиком помогала. А я рядом спала. Рядом в комнате спала. Это вишня. Сильно много варит. Вы можете мне вилочки? Да и вилочки, или там ложечки, вилочки. Голос буду восстанавливать. еще для меня это в принципе прогресс я когда-то в свои лет 7-8 где-то там в первых трех классах я ходила на карбатику, я умела делать шпагаты умела делать перевороты к сальто я почти подошла но не сильно я там пошла, и я ушла от того и после этого мне начало тело сильно костенеть что ли то есть вообще не то что растяжка ушла даже более того тело стало как-то так это меня это ужаснулось я захотела все-таки начать обратную реакцию начать немножко его растягивать и вот начала это делать и в прошлом году вы не поверите я даже не могла на голову я не могла перевернуться в такое положение до этого времени хотя раньше я ну понятно дело много всего делала поэтому в прошлом году я уже попробовала я ну в рамках тех растяжек которые я купила делала я вставала на голову и я даже на руки пытаюсь стоять то есть я уже могу несколько там секунд у стены простоять на руках и так несколько раз вот для меня это реальный прогресс после того у меня конечно прилив крови жуткий и голова даже бывало такое что я раз 10 так сделала и у меня после этого чуть не треснула реально голова вот а когда на голову вставала в прошлом году я рассказывала у меня там шею повредила то есть ну короче все время какие-то нюансы но я не сдаюсь и я рада безумно рада что у меня что-то получается я даже попробовала типа колеса что-то там сделать в церкви была рискнула вот поняла что я почувствовала в одном месте у меня в ноге видать какая-то древняя связка либо ну шахлящик либо что-то болело то есть вот я когда делаю оно болит всякий раз вот при определенном упражнении то есть я где-то его в древности в своей юности повредила но я не знаю или оно может восстанавливаться или нет вот но как минимум я ставлю себе задачу вот это пойдет начало года там до лета как минимум я хочу делать эти растяжки которые я тогда купила их делать 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 зарядочки голтиса и танцы и посмотреть что будет с моим телом посмотреть что у меня получится вот какие-то там отзывы какие-то свои я сниму все-таки мне уже до 43 вот мне исполнилось в декабре то есть довольно-таки много и тело у меня просто жутко я понимаю что я похудала и могу выглядеть типа 5 детей там выглядеть это но на самом деле у меня большие проблемы с телом и со здоровьем даже несмотря на то что я похудала вот такое так что вот буду бороться со своим здоровьем со своей женской энергией буду учить английский буду как-то сохранять инвестировать денежку и собрать денег есть у меня желание ай-яй-яй-яй-яй я подарила детям подарки и забыла про них записать ай-яй-яй забыла записать ну ладно я еще к ним приеду я все-таки запишу потому что это было мое желание записать я совершенно забыла совсем потому что я делала эти подарки несколько ночей и вылетела мне с головы запись ну короче у меня есть я детям сделала подарки фотоальбомы я делала очень сильно долго и старшим троим детям делала и она каждого ребенка мне нужно было там фотоальбом на 200 фотографий мне нужно было по 2 по 3 страницы на 1 год выбирать у меня в облаке в гугл фото в нескольких аккаунтов хранятся все мои фотографии вот ну всей нашей жизни мне нужно было выбрать разные где там мы с семьей где только дети где какие-то заслуги ребенка где мы в церкви где там ребенок на кружке на каком-то на на футболе на бейсболе там в хоре в церкви ну то есть любые-любые вот и вот это и каждому ребенку чтобы это было лично с ним чтобы это очень была кропотливая работа фотографий безумно много и втулить это все в каждого в жизни это было для меня тяжело плюс это надо было распечатывать тратить деньги тоже для меня было короче все реально тяжело но я очень счастлива что эта идея пришла мне в голову я очень счастлива что я ее смогла реализовать и я сделала до 2019 только успела года сделать и я решила что так и так и будет я смогу потом доделать фотографии привести там дописать это не такая уже большая проблема поэтому я на этот год есть у меня сокровенное желание чтобы мне еще к это пришла идея какого-то особого подарка деткам старшим так как они уже взрослеют уже уходят в свободное плавание мне хотелось бы ну мы не часто видимся хотелось бы что-то особенное подарить ставить на память короче буду думать думать и желательно готовиться в начале года к этим праздникам ко всем чтобы потом не ну короче не это не попадать на деньги и на на время так что вот планы у меня и музыку развивать свою играть и пение восстанавливать музыкальную часть моей жизни разбудить ее потому что она у меня заглохла остановилась общаться с людьми дружить у нас тут ну друзья хорошие мы не знаю сколько даст нам бог возможности еще там общаться с ними дружить видеться пользуемся тем что есть вот всякий раз думаю про войну когда она закончится что мы будем делать когда мы поедем домой что мы там будем делать для этого я хочу чтобы у меня был какой-то онлайн заработок потому что я подразумеваю что жизнь в Украине как мы вернемся будет очень 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 не сладкая очень тяжелая цены безумно большие зрительно города разрушены наше село разрушено и люди которые там вот это все время находятся они естественно да более нервные мы здесь более спокойные наверное не знаю хотя мы тоже какие-то стрессовые вот так что размышляю что мы будем делать что будут делать детки вот и готовимся готовимся к разным сценариям а если мы тут а как что а как где а если мы туда а если мы не туда и не тут то куда такие всякие мысли разные сценарии в голове прокручиваю готовлюсь понимаю что мне нужно финансовый доход вот минимум вещей а мы тут у нас в нашем отельной комнатке это просто жесть у нас сейчас семей когда переезжала и это нас подвигло ну в эти модульные домики переезжали семьи и надо было все эти вещи собрать я понимаю что мы тоже на грани переезда а у нас куча игрушек куча вещей вот каким образом это перевести вообще я не представляю поэтому думаю там чемоданы надо какие-то где-то искать сумки отдавать я много очень в Украину отправила что-то там маленькое или игрушки все отдаем и сохраняем потому что очень много всего в этой маленькой комнате все на голове все на голове такое короче куча желаний планов целей и мне интересно поделитесь в комментариях очень интересно какие вы ставите хотя бы несколько целей вот на планов на этот год какие вы ставите что-то интересное поделитесь поделитесь пообщайтесь со мной в комментариях мне всегда приятно особенно видеть кого-то повторяющихся мне всегда приятно читать вот поэтому напишите какие у вас планы цели задавайте вопросы не знаю когда я там буду снимать но в принципе отвечаю я стараюсь всегда если оно мне вдомнение показывает если вдруг я не прочитала я просто наверное не вижу этот комментарий а так я стараюсь всегда на все комментарии отвечать вот так что я вас еще снова поздравляю с прошедшим рождеством это один из любимых моих праздников рождения Иисуса Христа на эту землю вот и не просто на землю да и он родился и в нашем сердце я безумно счастлива что он в моем сердце молюсь за своих детей за своих близких и родных чтобы он родился и в их сердце и в ваших сердцах вот так что кстати же еще как мой мой как это сказать блог мои откровения я планирую чаще чаще снимать потому что когда для того чтобы я снимала я читаю и не просто прочитал закрыл я размышляю я жду что мне бог скажет я читаю в нескольких комментариях это довольно таки много времени занимает и это меня мульчика не надо так делать дочь дочь это оно помогает мне расти это мой духовный рост мои понимаете это в первую очередь нужно для меня и соответственно конечно я рада когда хоть кто-то слушает и тоже его как-то сподвигает читать и получать откровения делиться мульчика хорошо молодец так что я вас поздравляю с Рождеством я вас поздравляю с Новым Годом и пусть мечтайте пусть ваши мечты цели планы осуществляются работайте над ними корректируйте их пишите их ставьте цели достигайте для меня это двигатель жизни когда мечты сбываются планы реализовываются это всегда радость это всегда как завести двигатель он затухает а вы раз и опять его за двигатель жизни вот поэтому всего вам хорошего может кусочки польши покажу такое место мне совсем не привлекательное я сюда ехала к друзьям к душам я мега счастлива мега рада хоть это место и это погода и вообще небо ничего особо меня не радует это польша это польша так что всем пока спасибо что досмотрели мои видео до конца ставьте лайки пишите комментарии принцесса уже готова всем пока пока всем привет мы в Туруне идем кататься на коньках вон молодежь помашите ручкой вон еще одна молодежь помаши ручкой мы в Туруне хотела заснять Турун похоже на на Чехию когда мы гуляли по Чехии похоже дома в Ирландии не найдешь таких домов тепло тепло как в Ирландии я рада что у них холодно и нет морозов я рада от подобных женщин 20 м 21 21 22 23 23 23 23 24 24 21 22 23 24 24 25 26 Просто в Ирландии таких нет домов, а это на Чехию похоже немножко, и вон наша наша толпа. На каток не попали, потому что там закрыто, поэтому дети поехали. Закружилась голова, нет? Сейчас повторим.